Всем привет! Подоспели новости с поляны. Вчера в реальном времени Барсиков предложил Кристине разъехаться. Тогда у каждого в комнате будет свой порядок и никаких конфликтов. Но встречаться при этом, говорит, можно и не переставать. Ребята долгом усолили эту тему и по итогу расстались окончательно. Потом, правда, на тете с Черкасовым Барсиков признался, что любит Кристину. Андрей повел Ивана мириться, но Кристина мириться не захотела, включила снежную королеву. Ваня ушел ни с чем. Черкасов потом говорит Крис, он признался, что любит себя. И Крис расцвела, заулыбалась. Полянские думают, что примирение состоится очень скоро. Ну а пока что ребята уходят в отпуск по отдельности. Кристина полетит к отцу в Испанию, а Барсиков во Владивосток за новой партией товара. Понятно, почему они ссорятся. Оба лидеры, каждый хочет руководить, строить. Сейчас у них происходит притирка. А так пара очень даже приятная. Вот мнение Адеева. Он все-таки считает, что Ваня и Кристина не пара. Кристине нужен мужчина, который будет ее холить и лелеять. Будет нежным, чутким, без жестокости. А Ване нужна девочка, которая его не будет строить. С которой они будут вместе дружить, раскидывать вещи, кайфовать. Видимо, такая, как Маргарита Куксенко. Артем Грант удивил, предложил Кристине начать все сначала. И вместе отправиться в отпуск в Белоруссию. Кристина шутку оценила. Опенченко и Балыкин заселились в отдельное жилье. У ребят сейчас чудесные отношения. Настоящий медовый месяц. Женя Ромашов точно заявил, а он слов на ветер не бросает, что свадьба с Настей состоится в этом году. Хотя девушка несколько дней назад говорила, что им жениться еще рано. Они развиваются, живут для себя. Видимо, что-то поменялось. Усилилось давление организаторов проекта. Настя Исаева раздумывает, как можно отомстить Миши. Он девушку обнадежил, а сам поматросил и бросил. Ушел к Захаровой. Насте говорят, что мстить не нужно. Он сам себя наказал, связавшись с Захаром. Она и так его уничтожит. Рано или поздно. Очевидно, что парень Яне по-настоящему не нравится. Она все это провернула, чтобы насолить Насте. Она получает от этого удовольствие. Влад Дубровский готов на подвиги ради Юли Белой. Хоть сегодня он может отказаться от алкоголя. Ради любви к ней. Если все будет хорошо, то дело дойдет даже до свадьбы, говорит. У Риты Асачи сегодня экзамен, но девушка не подготовилась. Над ней нависла угроза отчисления. Она учится в университете Косыгина. Мама отказалась оплачивать ее учебу. Также у Риты болеют бабушка и любимая собака. В комментариях пишут, мама сама же ее за ручку и привела на проект. Должна понимать, что теперь девочке будет не до учебы. Эх, Рита, Рита, променяла универ на дом 2. На проект вслед за тиграном подтянулась и Юля Салибекова. Теперь в их семейные разборки будет втянута вся страна. Я пришла защитить свое имя, говорит Юля. Я была впервые на новой площадке. Мне очень понравились участники. А что с бывшим? Да ничего, воз и ныне там. Это все новости с поляны. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok